По распоряжению межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский 22 июля сотрудниками ОГИБДД проведено профилактическое мероприятие «Ремень безопасности» в целях профилактики и предупреждения нарушений правил дорожного движения, связанных с нарушением правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, а также популяризации использования пассивных средств защиты ремней безопасности. Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при опрокидывании, столкновении и при боковом столкновении. Непристегнутый пассажир во время аварии начинает на большой скорости перемещаться по салону и своим телом может нанести тяжелые травмы водителю и другим пассажирам. В ходе мероприятия с водителями и пассажирами транспортных средств провели профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения. Напомнили, что во время поездки необходимо использовать ремни безопасности, чтобы минимизировать травмы в случае столкновения или экстренного торможения. Призываем вас использовать ремень безопасности. Ремень безопасности уменьшает риск гибели водителя при опрокидывании, при лобовом столкновении, при боковом столкновении. Также, пожалуйста, не забывайте говорить своим пассажирам, чтобы они пристегивались. За время мероприятия проведено 20 бесед, роздано 20 листовок с надлежащими рекомендациями, выявлено 3 административных правонарушения. В этот же день с целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров и пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, госавтоинспекторы совместно с сотрудниками администрации Кашхабрского сельского поселения провели разъяснительные беседы с водителями транспортных средств. Водители призвали использовать детское удерживающее устройство при перевозке детей в салоне автомобиля, быть предельно внимательными при управлении автотранспортом. Также напомнили о том, что только правильно подобранное и установленное автокресло позволит сохранить жизнь и здоровье ребенка и снизить вероятность получения травм при резком торможении или столкновении транспортных средств. Это направление работы является одним из приоритетных в школах и детских садах. Часто проводятся мероприятия на правильное обучение детей и подростков права безопасного поведения на дороге. Наш инспектор по пропаганде Азия Кардана проводит занятия и беседы с детьми, чтобы ребята лучше запомнили правила дорожного движения. Иногда занятия проводятся в игровой форме. За истекший период проведено 9 лекций бесед в дошкольных образовательных учреждениях, также 15 обучающих образовательных организаций. По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проведено 15 профилактических мероприятий, а именно засветись, светоотражающие жилеты, юный пешеход, детское автокресло. Необходимо отметить также, что в связи с окончанием учебного года дети стали проводить на улице значительное количество времени, из-за чего повышается риск попасть под автомобиль. По этому поводу хочу обратиться к родителям, чтобы они также принимали участие в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучали своих детей правилам поведения детей на дорогах, призывая водителей использовать детское удерживающее устройство при перевозке детей в салоне автомобиля, а также не совершать необдуманных и опасных маневров, в том числе обгон из выездов на полосу встречного движения, особенно когда в автомобиле несовершеннолетний ребенок. Также хотел бы добавить, что в связи с пандемией коронавируса у нас на сегодняшний день уменьшилось проведение мероприятий в данном направлении, но в любом случае это у нас приоритетное направление, держим на контроле, освещается в средствах массовой информации, газеты, интернет, поэтому безопасность детей это самое важное на сегодняшний день, что есть у нас.